В истории человечества случалось немало вспышек болезней, которые наводили на людей страх и ужас. Эта тема нашла свое отражение в литературе. Как писатели видели всемирные эпидемии и что представляет большую угрозу человечеству, смертельный вирус или сам человек? Дорогие читатели, предлагаю вашему вниманию небольшой обзор самых интересных, на мой взгляд, фантастических произведений за последние 130 лет. Читая новостные сайты в соцсетях, участвуя в реалиях новых дней, таких как самоизоляция, удаленка, видя опустившие улицы городов и карантин, все это напоминает нам действия фантастических романов. В предлагаемых вам произведениях, писателей-фантастов, вы увидите самые разнообразные сценарии столкновения человечества с вирусами, эпидемиями и другими глобальными катастрофами. Одним из первых еще в конце позапрошлого века к теме угрожающих человечеству биологических опасностей обратился классик и патриарх научной фантастики Герберт Уэллс. Герой, точнее антигерой его новеллы «Похищенная бацилла» – анархист, который крадет из лаборатории незадачливого бактериолога микроб азиатской холеры, чтобы распространить эту заразу по всему городу и принести смерть и муки обществу, которое его отвергло. Впрочем, на этот раз заканчивается все хорошо. Уходя от преследования, анархист выпивает содержимое пробирки и превращает собственное тело в смертельное оружие массового поражения. Однако выясняется, что ученый под видом опасной бациллы показал гостю новый препарат, вызывающий лишь появление синих пятен по всему телу. Примечательно, что и безымянный анархист, и сам Уэллс видели в холере оружие более губительное и разрушительное, чем бомбы.